Ну и закончить военную тему я хочу песни, которая была написана, я попал сюда, вот замечательный город Москва в 1482 году, и меня сразу направили на диспансеризацию. Значит, меня проинструктировали, что я должен делать, значит, что я должен подготовиться к диспансеризации. Диспансеризация, дорогие друзья, это длинное, это не ругательное слово, это означает голубленное медицинское обследование, проводимое в лечебных учреждениях Министерства обороны и нападения Российской Федерации. Кто понял, что я сказал, помашите рукой. Понял, не все. Значит, ну и так, мне проинструктировали, я взял баночку утром, наполнил ее там, чем надо, закрыл ее, приехал утром к 8 часам утра в нашу поликлинику на метро «Динамо» и встал в очередь вместе с баночкой. Я стоял в очереди примерно минут 50, потому что людей было очень много, я достоялся до конца очереди, потом мне сказали, что нужно еще бумажку взять в твою очередь. Я встал в вторую очередь с баночкой, достоялся до конца, взял бумажку, вместе с баночкой бумажкой опять встал в первую очередь. Когда я подошел к концу очереди, мне сказали, что уже 10 часов 5 минут, поэтому иди отсюда вместе с баночкой и бумажкой, приходи завтра. И все остальное общение с военной медициной проходило вот в таких примерно рамках. И сразу же после этого замечательного дня, который такой, знаете, неудержимый кувалду ударил мне по голове, в 12-м трамване сразу начал писать песню, которая почему-то очень нравится жене моего отца в нынешнем. Она вообще заслуженный гидеркультуры Российской Федерации, она была главным редактором военной киностудии документальных фильмов. И почему эта дурацкая песня не понравилась, я не знаю. Ну, судите ли мне, песня называется «Диспансеризация». Ее не любит моя жена, поэтому простите, пожалуйста, меня. Простите меня за мою жену. Как я тебя люблю, ты знаешь. Меня начальник вызвал и говорит, что ж, здоровый корень жизни, не цыешь ни нахрошь, короче, брось работу и завтрак девяти, охота, не охота. В больницу подойти мне, сестрица, вы даете огромный лист, весь исписан дерматолог, окулист. Будь нелегок мой, и долг, и тернист, ох, ну держись, тофилококк и яйцехлист. Толпится и томится, в очередях народ, куда идти стремиться, никто не разберет. Ну, пусть он там боляшит на полторы версты, от процедур разящих вам не уйтих листы. Редко зажимаю свой огромный лист, ох, не забыть бы терматолог, окулист. Ну, упорен быду я, и всех пройду, профилактику себе произведу. Вот, вот дверь достиг, не охнув, но так стоять устал, а там суровый доктор. А ну, говорит, давай мне кал, бросай из туалету. Но тазик мой учит, и просто кал нету, и держит хитрый лист. Анализ не выходит, там балок слышу я. Эй, ВКГ подходит, там очередь твоя, но тут сосед на палке меня свое сует. Рутям, как ему не жалко, давай сдавай мое. Я бегу, зажав в зубах огромный лист, и мелькаю терматолог, окулист. И кричат мне, как с трибун, давай скорей, ты занят, как со вчера очередей. Вот баночку сжимая, на чей-то крик бегу, но тетка не пускает, крыть-то дедах не могу. Штаны скидаю быстро, и дверь скорее шмык, а там два окулиста. Ах, ну ты даешь, мужик, вновь по лестнице бегу, блядь, те стены. Злобный враг унес ботинки и штаны. Но зато я знаю точно, окулист не берет, без парточных яйцок лист. Но без штанов, без этих я, отбегал всех врачей. Пускай там в кабинетах запутал сердечей, проверил в зуб лора и ухи ВКХ. И долго терматолог шерел в макейн на тену, а этим медикам я все-таки отомстил. Слух коварный по больнице распустил. Мол, датист к терапевту, все равно, а вот так лучше было. Пациент, пущай, заходят без штанов. Короче, вот что, братцы, сказать мне нужно здесь диспансеризоваться. А это вам не кашу есть, пускай там уверяют, мол, зубы, ухи, глаз. Нет, нервы проверяют, там в основном у нас сплю. И снится мне охромный белый лист, снится мне сиксопатолог-окулист. Снится я иду душевый и телом чист, а сзади жарят мне охромный яйцок лист. Спасибо. 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 Спасибо.